Слава тебе, Господи! Слава тебе! Великим праздником воздвижения Креста Господня. Это второй по числу двунадесятых праздников Нового Церковного Года, который начался по новому стилю 14 сентября по старому 1 сентября. А первый праздник – это Рождество Пресвятой Богородицы, которое мы отмечали на прошлой неделе. А вчера, между прочим, в канун праздника воздвижения Креста Господня, мы служили литургию для семей с детьми утром и отмечали необыкновенный праздник. Праздник – обновление храма Воскресения Христового в Иерусалиме. То есть мы праздновали здание, каменное здание. Но почему мы праздновали память обновления храма конкретного? Потому что в IV веке царица Елена приехала в Иерусалим, ее император Константин снабдил большими деньгами для того, чтобы найти, сохранить на будущие поколения святые места, связанные с земной жизнью Спасителя. И вот одна из главных целей ее поездки было найти Крест Христов. Вы знаете эту историю, я не стану вам ее пересказывать. Мы помним с детства, мы будем в интернете читать. Но дело в том, что храм Гроба Господня или Воскресения Христова – это огромный комплекс, построенный над целым рядом святых мест, связанных с последними днями земной жизни Спасителя. Вот вы слышали только что Евангелие о распятии и о погребении. И вот под сводами храма Гроба Господня хранится гроб Спасителя, хранится Голгофа, который совсем близко от гроба, и хранится место, где царица Елена обрела Крест Христов. Так что вот два дня мы празднуем вот такое взаимосвязанное празднике обновления храма и сегодняшнее воздвижение Креста Господня. И в течение всей этой недели крест будет лежать на середине храма для поклонения. Крест в нашей церковной жизни играет огромнейшую роль. Вы все знаете, я надеюсь, мы все носим крестики, которые хранят нас, напоминают нам о другой жизни, напоминают нам, самое главное, о жертве, который Спаситель принес нас ради человека и нашего ради спасения. Крест, мы ищем крест на облачениях, венчаем купола крестами. И так далее, и так далее. Мы говорим, крест – хранитель всея вселенная, крест – красота церкви, крест царей державы, крест верным утверждением, демонам язва. Вот это короткое песнопение как бы охарактеризует все, что всю ту силу, всю ту мощь, которую крест может сыграть в нашей жизни, если только мы этого захотим. Я думаю, что, когда мы размышляем о кресте, нам нужно задать себе вопрос, часто ли мы ставим себя перед судом креста? Или мы привыкли к кресту? Просто это символ, это символ оружия, на котором был распят Христос, и как-то мы равнодушно к нему относимся. Но церковь ведь выносит крест по крайней мере три раза в году. Вот в сегодняшний день, третью неделю Великого Поста и в начале Успенского Поста. И она это делает для того, чтобы вновь и вновь нам напоминать о роли креста в нашем благочестии. Вспоминается рассказ об одном неверующем человеке, который во время бури было около озера или какого-то моря, и пошел дождь, и он скрылся в полуразрушенную хибарку. И в этой хибарке, это была рыбацкая хибарка, и там ничего не было, кроме креста, крест висел на стене. И надпись, вот что я сделал для вас, а что вы сделали для меня? Это слова спасителя, ну это как бы придуманные слова, это не цитата из Евангелии, но очень сильно сказано, вот что я сделал для вас, а что вы сделали для меня? спрашивает Христос каждого из нас. Как было бы хорошо, дорогие братья и сестры, если бы мы поставили перед себя, перед судом животворящего креста. Заметьте, я сказал, животворящего. Он творит жизнь, он меняет, он обновляет жизнь. Из орудия смерти он стал орудием победы над смертью. Он может то же самое в нашей жизни. Мы можем похоронить своего старого человека и стать новыми людьми, если только будем искренне от всей души молиться и просить животворящий крест нас обновить. Мы должны поставить себя перед этим судом не для того, чтобы быть осужденными Богом, а для того, чтобы сами себя заставить осудить грех, который живет в нас и наше рабство греху. Вот если мы будем всегда помнить и никогда не проходить мимо креста, равнодушно, а вот стараться запомнить, что сказал, что как бы обращается к нам Христос, вот что я сделал для вас, а вы что сделаете для меня. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok